Ну что, друзья, подошел к концу первый сезон сериала «Саке». Я думаю, они его продлят по-любому, потому что сериал очень крутой, очень мне понравился. Печально, но круто то, что в сезоне было аж 16 серий. Это прям редкость в последнее время. Ну, любят в основном до 10 серий делать. Хотя не факт, конечно. Короче, сериал очень крутой. Концовка прошлого заставила так понервничать, поугарать как-то, поразмышлять по поводу финала, потому что «Саке» передал ключи Азамату, и к нему сейчас придут в гости и испортят вечер. Романтический. Вот. Ну, по этому поводу там, в принципе, это понятно. Но вот что будет с остальными там, как... Короче, давайте посмотрим и потом поболтаем. Мне кажется, «Саке» выйдет с Сухим вообще из воды. А, сразу, прикиньте. Обычно говорят, в предыдущих сериях что было. Окей. Может, это он идет вот как раз-таки после... Слушай, Диана, давай откровенно. Вот почему ты решила именно меня пригласить в ресторан? Ты что, нарываешься на комплимент? Да нет. Мне реально интересно. Ну, как бы, я не самый красивый и не самый успешный, так сказать. Нет, ты точно нарываешься на комплимент. Ну, хорошо. Хорошо, вы играете. Во-первых, ты первый, кто услышал меня и помог мне. И я сразу поняла, что ты очень добрый человек, и что тебе очень нравится помогать другим людям. А это качество настоящего мужчины. Наверное. Спасибо. А еще мне очень нравится твоя неуверенность. И поэтому я решила сама тебя пригласить. Взяла инициативу в свои руки. А, ты меня смущаешь. Если честно... Ну, что, потихоньку домой? Да. Только надо решить, ко мне или к тебе. В смысле, ко мне или к тебе? Слушай, мне, конечно, очень нравятся неуверенные в себе парни, но не настолько же. У меня такое ощущение, что мы поменялись местами, как будто я мужчина, а ты девушка. Окей. Давай сделаем так. Чтоб ты так не подумала, я приглашаю тебя к себе. Ну, хорошо. А я тогда, как девушка, соглашусь. Окей. Официант, счет! Нет, нет. Официант, счет! И скидки не надо. О, ну ты настоящий мужик. А ты меня еще в ванной не видела? Извини, неудачная шутка. Официант! Так громко еще. Сколько там ключей? А мы точно в твою квартиру приехали? Да, конечно. Я просто недавно ремонт делал. Замок поменяли, до сих пор парюсь с ключами. Сейчас, минуточку. О! О! Добро пожаловать. Вау! Какая у тебя классная квартира. Да, мне тоже нравится. А где у тебя уборная? Уборная? Там. Там это где? В смысле, направо и там дверь. А, ну хорошо, ладно, я найду. А ты не мог бы мне дать футболку или рубашку, чтобы было поудобнее? Думаешь? Я думаю, так лучше, но в смысле, красивее. Ну, красивее это да. Но я думаю, что так будет лучше. Да? Так, футболки, футболки. Где же мои футболки? В смысле, где? Ну, в смысле, сейчас я этот, в шкафу посмотрю. А. Минуточку. Так, где же тут спальня? Я тут его уже жду. О, у тебя есть кошка? Кошка? А, ну да, я вообще забыл про нее. Как зовут? Зовут... Том. Как в Томе и Джере. Том? Ага. Ну, это же девочка. Я знаю, что девочка. Ну, это сокращенно, Том. А так, Томирис. У тебя еще котенок есть? Прикинь. А его как зовут? Его... Его я просто недавно купил, пока еще имя не назвал. Блин, это так мило. Я так люблю котят. Я тоже. Я тогда пока в уборную схожу, а ты подержи. Ага. Так. Сейчас, сейчас. Так, вот, вот. Только, Диан, ты там, этот, поаккуратнее, а? Пожалуйста. И брысь. Да, Саят Саматович. После такой квартиры везде жопой будет вонять. Ну, что, Азамат Ерланович? Приступим к делам? Давай. Аж шампанское взяла. На кухне? А что? На кухне? Угу. Ну, ладно. Наверное, он меня поймет. Кто? Печень. А! Да, просто я особо не пью шампанское. Да? Да. А по тебе и не скажешь. Очень хороший вкус. Спасибо. Шампанское очень дорогое. Да? Угу. Ну, я думаю, печень меня за это простит. Ладно. А ты кого-то ждешь? Я нет. А, это, наверное, коммунальщики. В час ночи? Ну, у нас коммунальщики круглосуточно работают. Ага. Я пойду, открою? Да? Такое волнение прям. Я быстро... Так жалко вообще, Азамат, пипец. Салам алейкум. Можно? Салам алейкум. Салам, житер. Вы, по-моему, квартира ошиблись? Вот это ты ошибся, когда Ханатара дорогу перешел. Какой еще Ханатара? Интересно, а... Вы, наверное, в курсе, что у нас тут в Акимате, да, произошло? Так, я многих зам Акимов, так сказать, от должности освободил. За то, что они не справились своей работой. Поэтому часть работы зам Акимов я поручаю вам. Понятно? Принято. Давай сразу, Устан, с тебя начнем. По поводу инвестирования. До этого, кто сидел здесь, они не инвестированием занимались, а, так сказать, о деньгах больше думали. Так, по поводу стройки. Здесь 5 гектаров земля выделили, никакого торгового дома. Надо средний, средний бизнес, средних предпринимателей поддерживать. Ясно? Ясно. Так, сейчас... Блин, где этот Азамат, он же не такой был. Значит, вот ты какой Азамат. Я раурмейсендарм. А тебе прямо легенды слагаются? Вы кто такой? Вы хоть знаете, кто я? У вас же проблемы будут. Не напрягайся. Ничем. Че-че-че. Я очень хорошо знаю, кто ты такой Азамат Ерланович. Кто же у нас сейчас... Это... Руководитель аппарата Акимов. Кстати, очень хорошая и солидная должность. Я знаю, что ты получил ее собственными силами, а не через связи. Если вы меня хорошо знаете, вы же понимаете, что... Конечно, конечно, Азамат. Конечно. Ну, так сказать, техническая неполадка там... Ошибочкой вышла. Понимаешь? А то я знаю, что ты ответственный, грамотный, честный сотрудник. Я люблю, ценю таких людей. Ну, только когда они на меня работают, они против меня. Вот поэтому пришлось мне немножко приучить тебя. И на ренджиме. Бывает же. Вот. Короче. Ты занял место Акима Чапаевского района. В смысле? На прямом. На твоем месте должен был сидеть твой шеф, Саят. Да? Из-за очередной тупости нашего многоуважаемого Талгатика в той квартире оказался именно ты. Кстати, Талгат, как ты вышла? Я, если честно, сам не знаю, как Саят отдал ключи от квартиры ему. Да при чем тут квартира, тупица? Что за телка был с ним? А, ну, это же эта телка. Не огоян, дай. Я не знал, как угомонить Саята. Потом решил через Азамата. Ну, потом тёлка, изнасилованный, статья и дальше. Боже, Талгат. Все-таки. Какой же ты вообще, блин, гнида? Зачем человеку хотел испортить жизнь, а? Ладно, я чуть-чуть там силу применил. А что, ты прямо по статье хотел? Блин, а? Что за глупость, я ма? Ну, ладно, короче. Получается, он завел девушку, хотел изнасиловать. И статья? Тут из-за молча, блин. Она же не в грушу сейчас там. Так, тут, в этот момент, мои парни услышали крики. Зашли в квартиру, спасли девушку, избили этого насильника. Логично. Так, слушайте, это же идеальный сценарий для полиции, а? Это, твоя терпила, может она писать заяву? Да, конечно. Она уже написала. Блин, первый раз в жизни твоя тупость пришлась на руку. Значит, вы ему еще раз объясните, ну, не до конца. Такие люди нужны нашему государству. Так что, пусть живет. Это, скажи, из своей тёлки. Пусть этот, заяву накатает. Шо? Эх, как я люблю, когда все идет так, как я хочу, блин. Щебо найти меня, то мои солежки засосы ставят. Все. Уже нашли его. Чего? Мы нашли его. Да ладно. Чего за день сегодня такой, а? Я как раз сдался. Одна новость, лучше другой, блин. Ну, скажи, как зовут этого смертника? Талгат. Талгат? Походу, ты не один, милый Талгат. Нет, а это он есть. Нет. Я, вот, это, это, ошибка эта. Я, как ты? Талгат. Да? Казаму, ты позвонила? Да. У него выключен. Ладно, пусть отдыхает. Кто, кто он заслужил, Он по поводу этого говорил. Ветерана? Ветерана, да. Да. Созвоните с ним, если у него есть время. Отправь водителя, пусть сюда едет. Хорошо. Хорошо? Давай. Кстати, хорошо выглядишь. Спасибо. Не всегда? Ну, бывает. Все равно спасибо. Давай, давай. Азаматик, азаматик, что такое? Спишь, что ли? Этот твой конченый коррупционер Саят, Паткина деньги, твоя задача занести их к нему аккуратно в кабинет. Понял? Вот этой? Или из Саткатов? Действительно, у нас еще те есть. Тогда нам не обязательно меченые давать, да? Короче, возьмешь эти деньги, занесешь, остальное уже сделают мои ребята. Снимай. Ну, это понятно. А он камеры поставил. жаке, блеской, он хазер правильнее стал, ну, типа. Угу. Поэтому, даже не знаю, коллайберят нам. что ли. А, если я не буду помать, на себе правильнее. Короче, было естественно, что мы... Вот что мне с тобой делать, а? простите пожалуйста неправильный ответ ему больше всех должно было достаться слушай может тебе яйца отрежем а зачем они тебе яйца должны быть настоящий мужиков ты же не такой этого я такой 5 неправильный ответ если ты был настоящим мужиком то во первых ты держал бы свое слово во вторых не чпокал бы чужих девушек и в третьих не писал бы заявление какой ты мужик после этого ответь мне ну да можно не пытаться отвечать чтобы не били все равно неправильно отвечу правильно может ответил правильно поступил то неправильно ты же знал как я отношусь к таким как ты я с вами не церемонюсь но ты превзошел всех это вот и тебя знаешь мне даже не хочется хоронить тебя потому что не зиму жалко но все хороша часа я сама то чем можно было мурка заходи заходить что там что-то срочно тести избирать на баске да я вот решил к вам зайти на счет денег насчет каких еще на счете но москве помните выкин дать в этом сгой отречет длин тендер на шашечный вот сон жена бакет москве санаван шеи сфин махну очень сильный вермит да заводи вот это в костюме который не выпускает скажи пусть ждет меня коридори дяденька стойте подождите больную что ли шар давай работаем работаем только без кипиша он не знает что мы здесь никого не впускать и не выпускать снимай все уважаемые оставайтесь внутри не покидайте здание вот сука это матович что там ветеран так 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 давай давай заводи заводи пойдемте так оттал проходить утром зато давай чай кофе что-нибудь придумай замок утром зато утром зато утром зато утром зато простите меня блин времени мало там срочно тороплюсь что там у вас то что я вчера говорил насчет дом так дом дом что там с домом а все 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 вспомнил вспомнил так а ташка ташка знаете никто не решит этот вопрос вам я вам сто процентов врать не буду клянусь никто не решит ни через два ни через три года давайте так сделаем давайте так сделаем как его решить о давайте так сделаем а так вот здесь деньги здесь деньги вам хватит и на дом хватит и на телевизор и на стиральную машину все что хотите хорошо все что могу а так нормально а так а так я все понял я понимаю насколько я ответственно за это действие все что могу а то больше ничем не могу помочь нормально же ну ну я полгода сюда попасть не могу что то такое даже не верится простите простите меня что вы полгода сюда не можете попасть простите наших всех этих чиновников это молодежь нашу необразованную мы очень мало вам времени уделяем вы заслуживаете большего я это знаю все ну это потом я вам обещаю мы все это сделаем а сейчас все что могу простите меня если меня было больше времени я вам больше времени о自己 вам еще за все за понимание ахнец давай так 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 Так, 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 так. Так, успокойся, успокойся. Алло, Абзал, тут, короче, у меня жопа творится, мне походу подставит хозяйка. Ата, Кешин, у нас тут небольшой план перехвата, вы бы не могли не покидать здание Акимата. Что, сын Маганэть тут? Я, Ата. Меня немец не мог остановить А ты хочешь сказать, ты сможешь Все, хата Успокойся Успокойся, челуй Эй, вы куда? Туда нельзя, не трогайте меня вообще Свет Самадович Свет Самадович Все, все, все Ладно, нормально все Свет Самадович, вы обвиняетесь в получении взятки в особо крупном размере И поэтому мы вынуждены обыскать кабинет Да, без рубля Если что-то найдете Вы, наверное, деньги ищете Но я вам хочу сразу сказать Для начала вам надо, я не знаю, какой-нибудь ордер показать Постановление или, я не знаю Слышь, сука У тебя два варианта Первый, ты папку ловишь на стол Второй Я сам найду, сейчас такой шмон на виду Что я тебя раком поставлю, понял? А, вы так хотите с вами разговаривать? Не, ну тогда лязят Давайте так разговаривать Пустите! Да пустите вы мою девочку, господи Так, позвони просто в городской акимат Руководство пусть в курсе будет Пресс-службу, прокуратуру, КМБ Всех сюда, всех зови Скажи, тут полный беспредел творится, хорошо? Да Все, спасибо Свет Самадович, я с вами до конца Спасибо Я сама А ты что, в этом уверен? Я-то уверен Главное, чтобы вы потом не обосрались в конце, хорошо? Да, думаю Для его и маленьких яиц подойдет Хантал, пожалуйста, простите Я больше так не буду Я-я-я-я всю жизнь буду Ваше поручение делать Пожалуйста, простите Я клянусь, я всю жизнь буду работать на вас Хантал, вытнем Да? Ты всю жизнь будешь мне обязан Кстати Знаешь, почему ты еще? Гнида Потому что Я почти неделю держал у себя Арман Ты ни разу не спросил Как у него дела А не хочешь Напоследок спросить Как у него дела? Как он себя чувствует, а? Ну? Зачем это вопрос? Ну, уже понятно, что с именем Мне очень хуёв Хуёв должен быть тебя, тварь Это двое сидят и мучаются Из-за тебя, бля А ты, тварь Даже не хочешь извиниться Слышь А и меня прощай прощением Монка, бля Ты че? Во мне друга видел, да? Я тебя давно могу убить, бля Просто ты не заслуживаешь Быстрой смерти Вот поэтому Тебе нужно помочить Стану дальше Пожалуйста, давай Пожалуйста, давай Давай, давай Пожалуйста Удаляй! 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 Что? Это тёпка тарелка мне это чай это тебе спасибо за место тебя я там должен был быть слава богу тебя избили для немощно прям мощно а как вы знали что я у них это уже не я это уже так сказать специалист по этой области кстати ко мне кто заходил кто это такие несанкционированные необоснованно залетные ты сам шоке вообще-то не наши не прокуратура залетный клоуны какие-то прикинь снимаешь назар уже раз комитет национальной безопасности вы подозреваете совершение коррупционного преступления я же этот материал взял нашим все передал прикинь там помимо несанкционированного обыска да хрена у них нарушение прикинь сейчас наши плотно за них взялись как вы нашли меня но это вот чуйка вот твоего шефа ну как чуйка он взял короче в камеру везде на понапихал в квартире в подъезде на улице мы по этим камерам номер машины нашли маршрут весь пробили и все нашли кстати тебе зачем столько камер то вот и сам жутно вил там там поставки поставить на самом деле насчет квартиры я так поставил на всякий случай у меня все такое ощущение было что у меня там работница что-то ворую поэтому и вот сидер-мажор не вот точно сам мелочке было обмене ты знаешь сколько вилка моя стоит 1 смысл у вас на квартире камеру будет ну да получается если мы сделаем этом успокойся у тебя сделано ничего не было девочек ничего каешь ты же только этих подрядчиков теперь понятно что вы прям заставили меня поехать по ну да я же извращение а я честно так на всякий случай поставил камеру дом а этот все эти мячу с талгартом и с арманом с канатом пошел второй пошел четвертый не переживает нормально всего не оперативно отработали прям жестко скрутили я же говорю сайт наши кайбэшники не церемониться конечно много солны ладно мне на работу пора чем скоб тем более вы мне и добавили еще сол давай азамат выздоравливай рахмет саги давайте собрать кстати рахмете от души то не за что потом подарок закинешь шучу это подарок с вами даже акиматовскими здороваться опасно не пропадали давай счастливо пиши на юмор солны и главное выздоравливать голова кстати нормально сильно не били нормально твою голова сейчас нам нужно у нас работы дофига еще поняла шеф просто мне интересно чем мы им сделали чтобы так грубо со мной обошлись эти сто раз таких как мы правильно уже не любят уж давно не любит может против системы мы так сходим зарабатывать не да и не обращай внимание но самое главное наверху городском акимате наши шефы замы в курсе они за нас переживают все будет нормально хотя бы там наверху все правильно уже хорошо ну хоть это радует кстати хотел я поблагодарить такой знаешь от души так по-братски спасибо тебе за все за то что ты меня сделал так сказать на правильный путь не поставил если бы не ты ты узнаешь тюрьме с ним они за что эти дорогие поставил навигатор 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 почему вот именно правильный путь после сон и критику высокие как говорится бог посылает нужных людей не перегибая кишки махта кайса туши или ты все эти кстати с фрукты здесь яблочки там сок мог сам разберись на свою зарплату взяла тендер мендер и мисс все давай поздравлю я забыл ссориться все за рахмад шеф кстати у тебя это соски торчат это после дьяны все давай поздравлю я моя как же это приятно быть полностью спокойным расслабленным и главное свободно мне приятно что теперь я могу обратно без страха без угрызений совести смотреть на окружающий мир и радоваться жизни который у каждого есть право на ошибки просто эти ошибки нужно вовремя исправлять и начать меняться в лучшую сторону куда едем шеф поехали домой к цели надо извиниться настоящее счастье не в деньгах теплики райт пара конечно многие шутят что счастье в количестве этих денег но это не так уж я это знаю истинное счастье заключается в другом друзья счастье это когда рядом с тобой находится твоя семья друзья которые готовы в любую секунду тебе помочь когда рядом с тобой работают верные и ответственные люди которым ты можешь довериться на все сто процентов короче сегодня случилось просто охренеть что хорошо что я вовремя это понял иначе я бы мог оказаться в такой же ситуации чтобы тебе синяков не было только там была заново очень будет очень больно по идее на самом деле главное в этой жизни оставаться человек неважно кем бы ты ни был какой бы ты статус не занимал нужно просто быть человек чтоб тобой могли гордиться родитель они уехали вот о ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алло? Алло, Саят, не помешал? Нет, нет, шеф, конечно. Я уже в курсе о произошедшем, и поэтому решил лично позвонить тебе и сказать, молодец. Тебе раздевают. Спасибо, шеф, спасибо. Ты доказал, что являешься честным и правильным в работе. В общем, ты завтра зайди ко мне. Нужно обсудить вопросы твоего повышения. Принял, шеф. Все благодаря Азамату. Серьезно. 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 Можно обойтись без второго сезона. Простите. Без второго сезона. Но очень хочется увидеть. Давайте по серии. Так, очень неловкий разговор двух в ресторане. Супер. Ужасная шуточка. Типа, ты меня не видел еще в ванной? Это вообще, конечно, жесть. Люди Канатагая, я думал, уже в квартире. Но оказалось, что они заглянули позже. Я думал, они прямо, ну, перед процессом. То есть, когда, я думал, будут сейчас поцелуи какие-то и так далее. Но, нет. Чуть-чуть раньше. Вот. Даже, блин, не дали раздеться нормальной девушке. И, блин, стремно то, что девушку это в итоге не показали. Ну, то, что ее забрали, тоже ее там не было в этом. На заброшке. Ну, ладно, это тоже фигня. Так. Саят. Что-то я... Канатага, вообще, конечно. Супер. Вот просто лучший антагонист, наверное. Очень круто. И отыгрывал. И прям, ну, реально боязно было. Так. Ля-ля-ля. Пятая-десятая болтает. Саяту решили денег подкинуть. Я... Что-то меня тут смутило. Тот тип... Так, ну, я не знаю, это палевно было. То, что... Его просили вообще как-то беспалево оставить. Он, в итоге, закинул деньги и убежал. Ну, ясен пень. Можно подумать что-то. И... Я думал, он как-то их там, я не знаю, в чемодане принесет, спрячет. Он просто закинул. Э... Эти типы, которые прибежали к нему в офис. Вот этот парнишка в белой рубашке. И... Была серия, когда он... Я так и не понял, что это за организация, короче. Была серия, когда он там кому-то приехал домой просить о помощи. И в итоге того повязали. Вот. Ну, помните, наверное, такую серию. И там был этот парнишка. Он еще представлялся. Что за КМБ это? Откуда они... Фикс, нет. Непонятно вообще. Вот. История с ветераном. Я думал, можно что-то как-то помочь. Но, видимо, Саят тут... Просто, когда вот такая ситуация произошла, у него начал мозг и начал работать. И он решил деньги эти сплавить. И ладно, хоть они его не остановили там. Потому что... Ну, у него бы нашли эти деньги и все, пипец. Ладно, он еще эти деньги взял. Он же не собирался их брать. Короче, тоже, ну, не очень красиво получилось с ветераном. Я все-таки думал, как-то нормально, красиво это все закроется. Но я думаю, в дальнейшем как-то все-таки они ему помогут, как говорил Саят. Вот. А пока деньги сплавить ветерану, ну, типа, вообще отдать... Это, конечно, по-моему, тендерные или какие ли деньги-то. Ну, можно, считай, попрощаться уже с ними. Потому что он же дал не меченые. Те, вроде, они оставили у себя. Вот. Вот. Так. Талгат. Ну, я Симпения ждал уже, когда... Я думал... Как-то сразу еще потянули, короче, этот момент. То, что, ну, не говорили, кто спит с его женой. С женой Канатага. Ой, с девушкой. Вот. И тоже забавно было все это. Очень, очень круто. Талгат. Так это он и есть, типа. Ну, и КМБ... Пришедшие... Все, практически, вопросы. То есть, ответы получаем как раз-таки в больнице. С его Азамата. Капец, они быстро среагировали. Ну, реально. То есть... От звонка и до появления их на заброшке, там, вообще, немного времени прошло. И, ну, то есть, он уже в больнице, считай. Быстро-быстро все так, реально. Как так вот? Я просто смотрел, думаю, ну, как вы... Как вы их нашли? Там, ну, конечно, он объяснил, типа, по машине. И так далее. Но это как быстро надо сработать. Найти все. Прочекать маршрут. С ума сойти. Я думаю, можно просто как-то по телефону, типа... Где последний раз был включен, и все. Ну, может, там тоже как-то помогло бы. Вот. И... Туда-сюда, они, получается, еще и ваким... Вакиман заехали. И что с теми, в итоге, которые... Ну, которые обломались? Или они, в итоге, ничего не нашли? Они ушли, к другому пришли. Зачем к нему вообще пришли? Тоже я чуть не понял. Наверное, тот тип, короче, сдал, который деньги оставил. То, что это от него были. Но где деньги, получается, у них вопрос бы получился. Короче, вот, ну, вот здесь я немного не понял. И все. Так, ну, то, что их в одну камеру посадили, это тоже было забавно и правильно. Ля-ля, пятое-десятое. Ну, и все вроде. И очень крутая концовка. Очень классные слова. Очень рад Саято. Вышел чистым. Еще и повышение получил. Я, кстати, думал то, что сверху... Сверху тоже там, короче, какой-то, типа... чиновник, который коррупционер, типа, ну, молодец, заебись, прикрылся. Все круто. Хотя фиг знает, что будет. Не знаю. Очень классный сериал. Очень понравился. Жду. Ну, я с удовольствием посмотрел бы второй сезон. Я думаю, многие заценили и согласны со мной. Реально очень круто. Я прям всем его советую. Все. Я, пожалуй, все сказал. Никого вроде не забыл, что-то не знаю. Ну, вроде все. Хорошее завершение первого сезона. В принципе, без намеков на второй. Но было бы круто, если мы увидим его уже на новой должности. С новой какой-то проблемой. Не знаю, что там будет. Но что-то посерьезнее, наверное. Хотя, что может быть круче Канат, ага. Я не знаю. Может, он выберется на свободу, как-то откупится. Не знаю. Вообще, очень мощный тип. Фиг знает, как будет Саят. Тогда и Азамата повысит. Короче, сейчас только гадать нет смысла. Как вам серия? Как вам реакция? Пишите в комментариях. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо за внимание. Всем пока. Check it out.